Хасад, добрые дела! Начнем с потрясающей истории, которая произошла примерно 28 лет назад. Гади Римон, молодой солдат, который служил в Израильской армии, на одной из патрулей, которые он проходил, один из арабских террористов, он ранит его. Гади падает, и так как идет большая стрельба, то все убегают с этого места. Через некоторое время террористы считают, что он погиб, но он лежит без сознания и теряет очень много крови. В этот момент Шлома Бергман, один молодой парень, он приезжает на своей машине далеко, и он видит, он слышит, что какая-то идет стрельба, он приближается ближе, он видит солдата, который лежит, и весь лужа крови. Он, несмотря на опасную ситуацию, он приближается туда, он берет его к себе в машину, он старается остановить кровь, он старается помочь ему. Он мчится в больницу, там его принимают, он опять же помогает, чтобы его занесли в реанимацию, и там начинают спасать его жизнь. Хотя он потерял очень много крови, если бы это было немножко дольше, то уже у него не было никаких шансов. Но так как ему оказали эту помощь, то его ситуация становится более стабильной. Шлома видит, что уже как бы все под контролем, и он уходит. Через некоторое время приезжают родители Гады, они вместе с ними им рассказывают, что произошло. И слава Богу, его ситуация становится более стабильной, и он выживает. Родители Гады Римон, они хотят отблагодарить того человека, который спас жизнь его сына, их сына. Они сами живут в Аждоди, и у них есть магазин, продуктовый магазин. Они повесили специальное объявление, что если кто-то знает о том спасителе, их сына, который был в тот момент, находился в этих местах, который привезли в больницу, пожалуйста, дайте знать, кто это был. Так они развесили множество объявлений в разных местах и в газетах, но пока он не объявился. Через несколько месяцев мама Шлома Бергмана, спасителя этого солдата, она находится в Аждоди случайно, и ей нужно что-то купить. Она заходит в этот магазин, и на кассе она начинает читать это объявление, и она понимает, что это говорится о сыне. Он рассказал ей об этом, что произошло. Она обращается к продавщице. Продавщица является мамой Тамар Римон, мамой Гадзи, и она говорит ей, что это действительно ее сын. И это у родителей, у Гадзи Римона огромная радость. И тут, когда они начинают разговаривать, то мама Шлома Бергмана, она смотрит вокруг себя, она смотрит на родителей этого солдата. И она спрашивает их, а вы не помните меня? На что родители Гадзи говорят, что нет, разве мы знакомы? Она говорит, да, мы знакомы. Двадцать два года назад я остановилась у своих родственников в Аждоди, и у меня была очень тяжелая ситуация. И я пришла за каким-то покупкой в этот магазин здесь. И я настолько плохо выглядела, что вы спросили меня, что-то не так, можно ли мне помочь? И тогда у меня просто все вышло наружу. Я поделилась с вами, что я сейчас в пути к врачу, с которым я договорилась на аборт. Я забеременела, и это было совершенно неожиданно, и я не могла себе представить в тот момент моей жизни, не как психологически, как финансово, как все это на меня обрушилось. Я была уже по пути к врачу. И вы со своим мужем сели со мной, вы дали мне перекусить, вы взяли меня к себе домой, вы часами привели со мной, вы дали мне тепло, вы дали мне поддержку, вы обсудили со мной, как это все-таки может быть, да, можно пережить и не идти на этот категорический шаг. И после этого я решил это не сделать. Через шесть-семь месяцев у меня родился сын. Это тот Шлома, это Шлома Бергман, который спас вашего сына. В хэсет, в добрых делах, мы постоянно видим, что вот так это работает. Сказано слово «вносну» или «носен», «давать», «внатну» — это пилиграмма, это слово, которое читается слева направо и справа налево одинаково. Когда ты что-то даешь, ты получаешь обратно. В Томуде сказано, что больше, чем богатый человек, тот, кто дает благотворительность бедному, делает для бедного, бедняк делает для богатого. Мы иногда думаем, что мы помогаем кому-то, мы делаем кому-то одолжение. На самом деле, в конечном итоге, это всегда мы должны знать, мы должны понимать, что это на самом деле для нас. В молитве мы упоминаем, что мы говорим о богословении, первое богословение Шманесрова, оно кончается «Маген Авраам», «Щит Авраама». Рабин Саабишет объясняет, что если мы даем определение, что Творец, он «Щит Авраама», и мы этим надеемся, что он также будет защищать нас, то мы должны идентифицироваться с этими качествами Авраама. Авраам это амута хесед, это символизирует добро, добрые дела. Это не просто добрые дела, у него было качество ават хесед, он любил делать хесед, он бежал за этим, он искал это, он не просто ждал, что к нему придут за помощью, он постоянно искал эту возможность, чтобы пойти и делать что-то хорошее. Говорит Арнём Саабишет, если мы говорим «Маген Авраам», мы даем определение Творцу, что он «Щит Авраама», но сам я не уподобляюсь в этом, я не стараюсь так же действовать, как Авраам тем, что я помогаю другим, что я стараюсь увидеть, кому нужна помощь. Если у меня нету этого качества, тогда как я могу рассчитывать на «Щит Авраама», на то, что Творец будет так же оберегать меня от всего плохого? Поэтому человек должен понять, что если у него это натурально, у него это идёт как бы более природно, заложено это, его характер, он настроен на этом, это отлично, это всё ещё можно развить. Но даже если иногда это не совсем идёт натурально, это даже немножко человек не привык к этому, или это зависит от его испытания, зависит от этого характера, от этого окружения, то он может себя мотивировать тем, что это то, что от нас ожидается, это то, что принесёт мне огромное удовольствие и пользу. И как сказано, что «Митцва горелис митцва», когда каждое исполнение заповедей, она тянет за собой следующую заповедь. И поэтому человек, в конце концов, у него будет вкус в этом, он получит от этого огромную радость. В этом мы должны понять для себя «в нос ну», что когда я даю, на самом деле я получаю. Спасибо, счастливо!